Мы продолжаем разбор реального варианта Гео по математике 2013 года и приступаем к модулю геометрии в часть 2 задачи 24 и 25. Задача под номером 24. Найдите угол АЦО, если его сторона ЦА касается окружности, О центр окружности, а дуга АД окружности заключенная внутри этого угла равна 100 градусам. Давайте начнем с того, что проведем из центра окружности радиус в точку А. То есть вот таким образом. Тогда, как мы знаем, по свойству касательная, по условию АЦ это касательная к окружности, то по свойству этой касательной мы знаем, что радиус, опущенный в точку касания, перпендикулярен касательной. То есть вот этот радиус перпендикулярен касательной. Поэтому вот этот уголок, прямой угол. То есть угол АОАЦ равен 90 градусам. Давайте сразу это запишем. То есть угол АОЦ равен 90 градусов. Далее. Теперь давайте посмотрим, что мы имеем. Мы имеем величину, градусную меру дуги АД. Чему равна градусная мера дуги АД? Давайте запишем это сразу. Итак, градусная мера дуги АД равна соответствующему центральному углу. То есть центральному углу, который на нее опирается. То есть вот этот уголок, смотрите, АОД, он как раз опирается на дугу АД, а значит его величина равна 100 градусам. Давайте вот здесь вот, прям на чертеже подпишем. То есть угол АОД равен 100 градусов. Как это записать? Величина дуги АД равна соответствующему центральному углу, то есть равна углу АОД и равна 100 градусам. Равна 100 градусам. Теперь давайте переходить к углу АОЦ. Заметим, что угол АОЦ, то есть вот этот уголок, давайте я вот так вот двумя дугами обозначу. Угол АОЦ является смежным с углом АОД. То есть в сумме вот эти два угла равны 180 градусам. Таким образом, чтобы найти угол АОЦ, то есть вот этот угол, надо от 180 отнять 100. Еще раз повторю, почему? Потому что эти углы являются смежными, а значит их сумма равна 180 градусам. В сумме развернутый, будет в сумме развернутый угол. То есть отсюда мы можем записать, давайте сразу запишем, то есть угол АОЦ, угол АОЦ равен 180 градусов минус, вот этот уголок, смотрите, минус 100 градусов, минус 100 градусов. То есть минус угол АОД, минус 100 градусов. На чертеже показали, поэтому сразу будем записывать числами. Что получается? 180 минус 100, получается 80 градусов. 80 градусов. То есть, я сразу на чертеже покажу этот угол. Посмотрите, угол АОЦ, угол АОЦ равен 80 градусам. То есть вот таким вот образом я сейчас это запишу. Далее. А нам с вами нужно найти вот этот уголок, посмотрите. Вот так вот я его обозначу. То есть угол АЦО нам необходимо найти. Мы можем найти этот угол из прямоугольного треугольника АОЦ. Кто забыл, что в прямоугольном треугольнике сумма острых углов равна 90 градусам, то тот найдет из суммы углов любого треугольника. Сумма углов любого треугольника равна 180 градусам. Тогда надо от 180 будет отнять 80 и вот этот угол прямой 90. Но мы воспользуемся тем, что мы знаем, что сумма острых углов в прямоугольном треугольнике равна 90 градусам. Поэтому мы сразу запишем, что угол, то есть искомый угол С будет равен 90 градусов минус, минус угол, минус, или давайте сразу минус 80. Почему? Потому что мы видим, что вот этот уголок, второй острый, второй острый равен 80. На чертеже мы его показали. Ну и окончательно от 90 отнять 80. То есть получаем мы с вами, что угол С равен 10 градусам. 10 градусам. Давайте запишем ответ. 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 10. 10. Задача решена. Приступаем к следующей задаче. Задача под номером 25. В параллелограмме А, Б, С, Д проведены перпендикуляры Б, Е и Д, Ф к диагонали А, С. Смотри рисунок. Докажите, что Б, Ф, Д, Е параллелограмм. То есть нужно доказать, что вот этот вот, давайте вот так вот, четырехугольничек, вот так я его покажу сразу и уберу сейчас штриховку. Доказать, что вот этот вот четырехугольник является параллелограммом. Давайте докажем это следующим образом. Начнем с того, что по свойству параллелограмма противоположные стороны равны, а это значит А, Б, давайте сразу это запишем, то есть А, Б, равно С, Д. Я сразу это покажу. То есть А, Б, равно С, Д. По первому свойству параллелограмма. Далее, да, кстати, напомню первое свойство параллелограмма. В параллелограмме противоположные стороны и противоположные углы равны. Теперь нам понадобятся вот такие два угла. Давайте я сразу их покажу. Вот этот угол Б, А, С. Давайте его обозначим под номером 1. И вот этот угол Д, С, А. То есть вот этот второй уголок под номером 2 давайте обозначим. В данном случае угол 1 равен углу 2. Угол 1 равен углу 2. Почему? Эти углы равны, как накрест лежащие, при параллельных А, Б и С, Д и секущей А, С. Далее, заметим, что треугольник А, Б, Е. Прямоугольный треугольник А, Б, Е. А, Б, Е. Будет равен прямоугольному треугольнику С, Д, Ф. Прямоугольному треугольнику С, Д, Ф. По гипотенузе и острому углу. Ну, действительно, посмотрите. У нас, вот если можно здесь прямой угол показать для прямоугольного треугольника А, Б, Е. Значит, у нас получается, что вот эти два треугольничка, давайте я вот так вот их, потом я уберу это. То есть вот эти два треугольничка, вот они эти два треугольничка, они будут равны. Почему? Потому что мы только что доказали, что гипотенуза у них, как противоположные стороны параллелограмма, равны. И, кроме того, вот эти острые углы тоже равны. То есть по гипотенузе и острому углу данные треугольники равны. Далее. Можно записать теперь, что стороны Б, Е. Давайте запишу сразу. Сторона Б, Е будет равна стороне Ф, Д. Стороне Ф, Д. Как соответственные стороны равных треугольников. Как соответственные стороны равных треугольников. Почему? Потому что в равных треугольниках соответственные стороны напротив равных углов лежат равные стороны. Далее. Теперь, кроме того, кроме того, мы только что доказали, что Б, Е равно Ф, Д. Кроме того, Б, Е перпендикулярно А, С, и Ф, Д тоже перпендикулярно А, С. А значит, давайте так запишем. Кроме того, Б, Е, Б, Е параллельно Ф, Д. Почему? Сейчас поясню. Параллельно Ф, Д. То есть, что мы получили с вами? Посмотрите, мы с вами получили, что Б, Е равно Ф, Д. И Б, Е параллельно Ф, Д. То есть, две противоположные стороны четырехугольника нашего, какого, Б, Ф, Д, Е. Попарно равны и параллельны. Но давайте сначала докажем, почему параллельны, а потом уже будем делать выводы. То есть, Б, Е параллельно Ф, Д. Почему? Потому что Б, Е и Ф, Д перпендикулярны к одной и той же прямой. А мы знаем, что если две прямые и перпендикулярны третий, то они параллельны. Ну и теперь, по первому признаку параллелограмма, отсюда, из этих двух условий, из этих двух утверждений, следует, что четырехугольник, ну давайте так запишем, следовательно, да, следовательно, Б, Ф, Д, Е, четырехугольник, Б, Ф, Д, Е, параллелограмм. Б, Ф, Д, Е, параллелограмм. Ну, если хотите, можно записать, что он параллелограмм по первому признаку параллелограмма. По первому признаку параллелограмма. Ну, кто забыл, я вам могу напомнить первый признак параллелограмма, что если две прямые, если две стороны попарно равны и параллельны, то этот четырехугольник, если у четырехугольника две стороны попарно параллельны и равны, то этот четырехугольник параллелограмм. Что и требовалось доказать. 25 задача решена.